Всем привет! Такая информация, которая меня реально, да и думаю, вас просто повергнет в шок. Очень важная информация и которая просто у меня в голове не укладывается. Эту информацию мне подбросил Вячеслав Житков. Вот, мне на страничку в фейсбуке написал. Вы думаете, что я сейчас буду что-то какое-то такое непонятное? Все очень просто. Вот есть статья, она правда на английском языке. Сейчас я включу переводчик, вы просто офигеете. Глобус против плоской земли. Судебное дело. Представьте себе, в суд подали на глобус земли, на шар земли. Плоскоземельщики подали в суд. Самое удивительное, как вы думаете, кто победил? То есть, вот здесь приводится исследование. Они проводили, вот это один из плоскоземельщиков. Они проводили, фотографировали горизонт. По правилам горизонт находится за... То есть, они фотографировали город, который находится за горизонтом. И не должно было видно быть этого города. Но по какой-то непонятной причине этот город они сфотографировали, находясь на расстоянии 160 километров. По кривезде 16 километров. Кривизна должна была уйти на таком расстоянии, 160 километров. Города не должно было быть видно. Они его увидели. Далее, здесь приводится... Вот переводчик я показал, как включается. Просто это важно. Просто потратите, пожалуйста, пару минут. Просто послушайте внимательно эти все доводы. Почитайте через переводчик Google Chrome. Если вас установлено, это легко читается. Ссылочку поставлю на эту статью. Я когда читаю эти все доводы, сам факт... Вы сейчас просто до конца... Вот это вот все аргументы, 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 которые там все за, против, за, против, за, против. Вердикт. Плоскоземельщики победили. Вот так вот. То есть, о чем это говорит? Это говорит только об одном, что при всей абсурдности нашего существования, при определенной обработке сознания и масс людей, можно внушить любую ахинею. Завтра вы можете себе представить, они могут вам внушить, что людоедство это хорошо. Вы будете брать, жрать друг друга и думать, как классно, я вчера соседа замочил и сожрал. Понимаете? Вы думаете, да, это невозможно там. Или завтра вас будут чипировать, и вы будете говорить, не, я не пойду. Я уже показывал пример. Просто бы взяли бы и посмотрели это видео. Там посмотрело там, сколько, 8 или 9 тысяч человек посмотрело это видео. И то, до половины, не до конца. Я вам просто показываю реальность. Если захотят что-то внушить, внедрить, это внедрятся. Легко. Плоскоземельщикам не рекомендую смотреть это видео сразу же. Но для тех, кто понимает, что Земля это шар, вы просто перейдите, посмотрите эту статью. Вы будете просто, ну, испытаете, так сказать, взрыв мозга. Плоскоземельщики победили. Я не понимаю. Но это абсурд, абсурд всего нашего бытия и существования. Все построено на просто какой-то обмане, манипуляции, хитрости, коварстве. Вот так вот. Мне больше нет слов. Полный бред. Оказывается, Земля плоская. Но это просто надо быть больным человеком. Всех тех, кто считает, что Земля плоская, это просто инвалиды на голову. Извините, но это факт. Все, до свидания. Мне больше нечего сказать.